МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мина, которой не было. Пьяная выходка сроком до пяти лет. Решил расширить бизнес. Путь от мелких партий на свая и незначительных штрафов к серьезным проблемам. Последние дни уходящего года оказались насыщенными разного рода чрезвычайными ситуациями. От нелепых до по-настоящему трагических. О причинах и подробностях далее в материале наших корреспондентов. 22 декабря в 8 часов вечера спасатели Лоевского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Шевелева в Лоеве. По прибытии спасателей к месту вызова было обнаружено горение и сильное задымление внутри деревянного строения. При проведении разведки ценом газодымозащитной службы на диване в комнате был обнаружен труп хозяина домовладения, пенсионера 1933 года рождения, который проживал один. Причина возгорания сейчас устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Вечером 23 декабря спасателям Ветковского районного подразделения МЧС поступило сообщение о том, что на территории молочно-товарной фермы в деревне Присно провалилась в яму корова. На место вызова выехали спасатели. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что корова провалилась в навозную яму глубиной около двух метров. Животное не пострадало и, по оценке специалистов, ветеринарной помощи не нуждается. 24 декабря в 22.00 спасатели Гомельского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре дачного дома по улице Садовая в Садово-Огородническом товариществе «Лесная поляна», который находится в двух километрах от поселка Куты Гомельского района. По прибытию спасателей к месту вызова из-под кровли деревянного дачного дома шел дым. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в коридоре в бессознательном состоянии был обнаружен хозяин дачного дома, мужчина 1972 года рождения. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая после проведения реанимационных мероприятий констатировала смерть мужчины. Сейчас следственно-оперативная группа занимается выяснением причин возгорания. Одна из возможных – нарушение правил монтажа теплогенерирующих устройств. Утром 25 декабря спасателям Речицкого районного подразделения МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса. Произошло это примерно в двух километрах от деревни Защобье. В результате дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля оказался зажат водитель 1976 года рождения. Трое пассажиров автомобиля вышли самостоятельно. Работникам МЧС при помощи гидравлического инструмента водитель был деблокирован и передан бригаде скорой медицинской помощи, которая впоследствии госпитализировали мужчину медицинского учреждения. В преддверии Нового года у сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям работы становится больше. Это статистика, которую еще возможно исправить в наступающем 2018-м. А начинать надо с мелочей. По доброй традиции ежегодный праздник не обходится без новогодней красавицы елки. Однако стоит помнить, что елку запрещено устанавливать вблизи каминов или обогревателей, а также украшать ее свечами или игрушками из легко воспламеняющихся материалов. Устанавливать же елку стоит на устойчивой подставке. А работники МЧС желают, чтобы у каждого Новый год был безопасным, здоровья, счастья и успехов. Еще одно чрезвычайное происшествие случилось в областном центре на прошлой неделе. 102 работника Гомельского мясокомбината были экстренно эвакуированы после сообщения о минировании предприятия. Взрывное устройство саперами найдено не было. Подозреваемый в лжеминировании задержан. 21 декабря в 13.52 на линию 102 оперативно-дежурной службы УВД Гомельского облсполкома поступил звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что Гомельский мясокомбинат заминирован. На предприятие срочно были направлены милицейские наряды, работники МЧС, экипажи скорой медицинской помощи и саперно-оперотехническая группа войсковой части 55-25. Из зданий мясокомбината эвакуировали более 100 человек, после чего началось обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно оперативные сотрудники милиции проводили мероприятия по розыску звонившего человека. Буквально через два часа он был найден и задержан. Предварительно установлено, что это неработающий гомельчанин 77-го года рождения. По неизвестной пока причине он, находясь на торговых рядах в Черниговске, подошел к женщине и попросил у нее сотовый телефон. Прямо при ней набрал номер 102 и сообщил о минировании предприятия. Затем отдал трубку и спокойно ушел. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий были установлены свидетели, которые видели неоднократно данного мужчину на рынке. Зрительно его на вид помнят хорошо. Поэтому по приметам, а также с помощью мобильного телефона, с которого он звонил своей сожительнице, мы установили номер сожительницы. Она приехала на место, открыла квартиру и таким образом мы задержали преступника. Мужчина был доставлен в новобелецкий РОВД Гомеля. Какие-либо внятные объяснения он дать не смог ввиду нахождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Городским отделом Следственного комитета по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело. Согласно статье 340 УК Республики Беларусь, ответственность за подобные действия наступает уже с 14 лет и предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на срок до 5 лет. Следственным комитетом будут предоставлены образцы голоса и речи подозреваемого, а также само сообщение о заминировании с линией 102. Посредством проведения экспертизы будет установлено, принадлежит ли голос данному подозреваемому, либо не принадлежит. Кстати, в течение 2017 года эксперты УК Судебных экспертиз по Гомельской области приняли участие в 14,5 тысячах осмотров мест происшествий. По постановлениям правоохранительных органов и заявлениям граждан специалистами управления проведено свыше 45 тысяч различных экспертиз и исследований. В 1400 случаях изъятые следы и проведенные экспертизы помогли установлению преступников и раскрытию преступлений. Вводя итоги уходящего года, решите поблагодарить все коллективы, государственных органов, власти, управления, правоохранительного блока, иных государственных организаций, предприятий за активное взаимодействие в деле обеспечения общественной безопасности и дисциплины в нашем регионе. В наступающем 2018 году желаю всем мира, добра, счастья, благоденствия. Очередное оперативное изъятие на сваи произошло в областном центре. На этот раз в руках сотрудников отдела наркоконтроля центрального РОВД Гомеля оказалось 8 килограммов некурительной табачной смеси. 31-летний гомельчанин оказался старым знакомым. В прошлый раз он был задержан в начале года за хранение небольшого количества зелия и также незначительно оштрафован. Но незаконный предпринимательский пыл у нарушителя не пропал. Об этом узнали оперативники и в один их декабрьских дней они его поджидали возле дома, где он живет. Когда молодой человек вышел из подъезда, они подошли к нему, поинтересовали, что у него в черном пакете. Там оказался один килограмм на свае. Потом уже при проверке его квартиры было там найдено еще 7 килограмм на свае. В результате это порядка 400 доз. А 400 доз это 1200 рублей. В отношении гомельчанина составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь. Решение суда на этот раз штраф в размере 30 базовых величин. Уже совсем мало времени осталось до наступления всеми любимого праздника Нового года. Хотелось бы, чтобы он не был омрачен никакими чрезвычайными ситуациями. Но ежегодная практика показывает, что это не так. Об одной из главных опасностей далее в сюжете. Ежегодно в новогоднюю ночь травмы различной степени тяжести получают десятки наших граждан. Горят квартиры и жилые дома. И причина часто всего одна. Халатное отношение к фейерверкам, хлопушкам и бенгальским огням. Взрослые нередко позволяют себе в состоянии алкогольного опьянения использовать такую пиротехнику, игнорируя требования безопасности, подвергая себя и своих близких риску. Использование пиротехнических изделий ограничено. Запрещается применять пиротехнические изделия в местах массового пребывания граждан. Необходимо отметить, что с декабря месяца 8 граждан привлечены к административной ответственности по статье 17.1 Кодекса административной ответственности за мелкое хулиганство с использованием пиротехнических изделий. Еще одна опасность заключается в том, что родители, покупая своим детям новогоднюю пиротехнику, часто пренебрегают простым разговором о возможной опасности, которые таят в себе безобидные навет фейерверки и хлопушки. Это чревато последствиями для здоровья детей и неприятностями для родителей. Так, с начала декабря текущего года четверо законных представителей несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности за использование их детьми пиротехнических средств в нарушении установленного законодательством порядка. Кстати, норма закона гласит, что подобного рода опасные игры в общественных местах влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест. И дорого, и опасно, и праздник испорчен. С начала декабря 2017 года органами внутренних дел области выявлено 63 факта нарушения правил использования пиротехнических изделий. По всем фактам проводятся проверки, будут составляться административные протоколы в отношении нарушителей. До Нового года еще осталось несколько дней. Как его провести? Решение за каждым из нас. Лучше всего весело, безопасно и без последствий. От лица сотрудников органов внутренних дел Гомельской области поздравляю всех жителей области с наступающими новогодними праздниками и Рождеством Христовым. С плохими новостями на сегодня все. Очередь хороших. В преддверии Нового года на улицах нашего города и в детских интернатных учреждениях проходили новогодние акции с участием сотрудников правоохранительных органов. Подробности далее в сюжете. Настоящий праздник ребятам из областного детского дома в канун Нового года устроили сотрудники УВД Гомельского облсполкома. Впрочем, у этого сюрприза есть своя предыстория. Еще летом по случаю Международного дня защиты детей в это учреждение с подарками приехали почетные гости. Мария Бордок, директор Гомельского областного детского дома, еще тогда обмолвилась, что у них есть все, но вот большого телевизора не хватает. Начальник областного милицейского управления генерал-майор милиции Владимир Захарчук слова Марии Васильевны взял на заметку. Теперь у ребят из Гомельского областного детского дома есть огромный широкоформатный телевизор, акустические колонки, радиомикрофоны и микшерский пульт. Не забыли гости и о тех, которые не смогли попасть на представление, обойдя персонально всех по комнатам и передав вкусные и полезные угощения. Кстати, многие из детей дарили в ответ свои поделки и тоже желали добра, мира, исполнения желаний и крепкого здоровья. Это большой и огромный труд. Но я думаю, тот коллектив, который у вас уже на постоянной основе занимается воспитанием детей, ваш опыт, оно приносит положительные результаты. Еще раз всех с Новым годом, с Рождеством, с новым приходом каких-то положительных эмоций, здоровья, благополучия. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. С Новым годом! Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова